Привет всем, с вами Ирокез и только что на тестовых серверах вышло обновление с долгожданным косметическим контентом, а именно скинами на оружие в виде двух новых кейсов. Как только вы заходите на тест сервер, вам сразу разработчики кидают огромнейшее количество подарков, а именно 100 тысяч батлпоинтов, 20 вэпон косметик кей, это те ключи, которые будут открывать запертые триумф крейты, в которых лежат скины на оружие. Как раз таки 10 тех самых триумф крейтов и 20 early bird key. Не знаю зачем последние, просто видимо, чтобы вы попробовали пооткрывать еще старый косметический контент. Давайте подробно о том, как получаются новые кейсы. Первый теперь заменил фиксированный фивер крейт, но тот никуда не ушел. Фивер теперь падает рандомно с вероятностью 10%. А у нас же получается возможность фиксировано купить райдер крейт. Это кейсы с оружием и при том они не заперты на ключ. Любой из этих кейсов может быть открыт вами моментально и вы получите тот или иной скин в зависимости от вашей удачи. Содержание данного кейса вы сейчас можете видеть у себя на экране, а также я выставлю процентное соотношение вероятности выпадения того или иного скина из этого сундука. Второй кейс с оружием это триумф крейт. Его можно получить покупая один из рандомных кейсов с вероятностью выпадения в 20%. Его содержание и процент того или иного айтему вы сейчас тоже можете видеть на экране и что самое интересное мы видим, что в триумф кейсе есть целые сеты. Это два сета и первый из них это голд раш сет. Сет с золотыми дробовиками, среди которых самый редкий, а следовательно самый дорогой скин данного дополнения. Второй с невероятно красивым названием Ван Хельсинг Сет. Не знаю сделает ли он из вас Ван Хельсинга, но есть вполне неплохие оружия, например мне нравится Скар Эль. Также в меню кастомизации разработчиками был добавлен специальный раздел для оружий, где каждое оружие имеет свою графу и вы можете выбрать тот или иной скин в зависимости от того с каким вы сегодня хотите играть. Все скины расположены по алфавиту и в довольно удобном и комфортном порядке. Из основных нововведений это в принципе все, еще там несколько баг фиксов, но они не особо значительные, поэтому не вижу смысла их освещать, так как они не были особо распространены. Ну и конечно же самый главный вопрос, когда это все выйдет на основные сервера, потому что ну хоть и на тесте, но тем не менее эти айтемы нельзя не продать, не передать, ну и качественно с ними побегать тоже не получится. Завтра 27 марта в 5 утра по московскому времени основные сервера будут закрыты на техническое обслуживание, которое продлится около 4 часов, так что уже примерно в 9 утра по московскому времени скорее всего разработчики перенесут данное обновление на лайв сервера и мы уже сможем увидеть данный контент не на тесте, а на основном и уже получить скины непосредственно в свой инвентарь, ну и конечно же продать их подороже. Так что если у вас недостаточное количество батлпоинтов на основном аккаунте игры PlayerUnknown's Battlegrounds, советую их сейчас нафармить, потому что очень скоро выйдут новые кейсы и как раз таки вы можете купить фиксированно один из оружейных кейсов и неплохо навариться. Ну а на сегодня все, если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал, также напишите в комментариях успели ли вы уже зайти на тест и как вам повезло с дропом, выпал ли кому-нибудь тот самый бесполезный золотой дробовик и выпал ли кому-нибудь так желаемый мной Коряк Азимов. Я лично очень хочу себе этот скин. Также хотел бы вас всех пригласить сегодня на стрим, он будет в 20.00 по московскому времени, будем играть с подписчиками, приходите, может быть и там откроем как раз таки пару кейсов на тест сервере. Ну и до новых встреч, а следующее видео уже совсем скоро.